Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и мы продолжаем тему начатую в ролике «Толкает ли ракету реактивная струя?». Основная идея этого ролика состояла в следующем. Мы можем на реактивное движение глядеть, ну как бы описывать его в двух картинках дополнительных. Одна картинка. Ракета летит вперед, потому что из нее вылетает реактивная струя назад. Такая логика закона сохранения импульса. Но есть и вторая картинка. И когда она появляется, когда мы спрашиваем, а какая сила толкает ракету вперед? Ведь струя вылетела назад, и она ракету не толкает. А есть некий посредник всегда, который толкает струю назад, а ракету вперед. Ну в разных ситуациях разный. В жидкостно-реактивном двигателе это в основном высокое давление, значит, газов, находящихся в камере сгорания, которые с одной стороны действуют на ту часть этих газов, которая уже летит через сопло и выталкивает ее назад. А с другой стороны действуют на переднюю стенку камеры сгорания и толкают ракету вперед. А еще в этом ролике была показана такая игрушка, как сегнерово колесо. Это банка, подвешенная из которой выведены два патрубка, по которым вытекает вода. Эти патрубки загнуты, ну так сказать, назад. И две струи вылетают из них. И поэтому банка вращается в противоположную сторону. Это объяснение на языке законосохранения, ну теперь уже момента импульса, поскольку система вращается. Но у нас остается и второй вопрос. И этот вопрос, а собственно говоря, какие силы вращают банку? Ведь это не струи, которые летят назад. И нам надо искать силы давления, не скомпенсированные, которые начинают раскручивать банку в противоположную сторону и ускоряют ее, раскручивают дальше. И многие наши зрители в комментариях совершенно здраво написали, что банку раскручивают силы, действующие со стороны трубки движущейся воды на изгибы трубок. Ну в самом деле, для того, чтобы воду завернуть, к ней нужно приложить силу. И это сила со стороны трубки. Ну соответственно, со стороны воды, по третьему закону Ньютона, сила действует на стенке трубки. Ну я вот так эти силы здесь изображу. У этих сил есть компоненты, которые направлены против течения воды и именно эти компоненты заставляют банку вращаться. Но если быть еще более точным, то надо сказать, что у нас происходит повышение давления на внутреннем, на внешнем обводе трубки и понижение давления на внутреннем. Ну тут еще привлекается тем самым атмосферное давление, которое вот здесь давит. Но мы в такие тонкости сейчас внедряться не будем. Принципиально. Это как бы теперь не силы статического характера, а силы динамического характера, связанные с поворотом воды. Но при этом несколько зрителей задало совершенно прекрасный вопрос. А что будет, если мы выводить трубки будем не так, не с изгибами, а вот каким-то таким образом из банки? Ведь и теперь будут струи бить из этих трубок, правда? А раз будут бить струи, то банка обязательно будет вращаться. В этом нет никакого сомнения. Но, а какие теперь силы раскручивают банку? И тут так это очень задумываешься. Потому что если банка круглая, все гидростатические силы, которые к банке приложены, они перпендикулярны ее поверхности, направлены по радиусу и банку раскручивать никоим образом не могут. А где же находится та дискомпенсированная сила, которая заставляет банку вращаться? Ну и в общем я очень сильно задумался, размышлял, ну наверное где-то полчаса интенсивно, пока понял в чем тут дело. И не хочу вас лишать удовольствия тоже об этом подумать. Поэтому я предлагаю сейчас вам остановить это видео, попытаться найти эти нескомпенсированные силы самостоятельно, а потом уже видео включить и посмотреть на мое объяснение и согласиться с ним или не согласиться. Ну давайте посмотрим. Как я уже сказал, все что давит гидростатически на круглую стенку банки действует по радиусу и раскручивать банку не может. Вода, которая течет в трубке, ну тоже не может создавать силу направленную против течения воды. Если у нас есть некоторое там вязкое трение, то эта сила вообще вдоль течения воды направлена, которая будет чуть-чуть эту трубку туда цеплять. Ну а если трением пренебречь, то просто такой силы здесь точно нет. Ладно, и так вот я долго-долго размышлял, еще был такой момент, когда я сказал, ну допустим вот здесь есть такая стеночка, уступ. Ну тогда вроде бы такая сила здесь возникнет, но и вот такая сила возникнет. Это крутит банку против часовой стрелки, а вот эта сила крутит банку по часовой стрелке. Они друг друга компенсируют. Ну в общем эти уступы, которые я мысли нарисовал, они тоже ни к чему не приводят, но нарисовав такой уступ, я все-таки стал смотреть на стенки трубки и обратил внимание вот на что. что сила, которая действует сюда, компенсируется силой, которая действует с другой стороны. А вот здесь есть такая площадочка, на которую действует сила, которая ничем не компенсирована. И вот здесь, когда трубка вставлена косо, такая площадочка есть тоже. И я утверждаю, что именно вот эти силы, приложенные к таким площадкам, вот так проведу, раскручивают банку в этом направлении. Как это не удивительно. Ну в общем это выглядит парадоксально, но другого объяснения я не нахожу, а это объяснение работает. Но вообще говоря, это еще не все. То есть сейчас я, как это, задам такой вопрос, который и это мое объяснение, как бы вот он, ну не то чтобы усомневает, но делает необходимым дальнейшее разбирательство. Вот я снова вернусь к изогнутым трубкам, но я их теперь вот так вставлю. Одну сюда, а вторую сюда. И посмотрите, с одной стороны у нас имеется старое объяснение с вот этими изогнутыми, с вот этими поворотами и силами действующими на трубку на изгибе со стороны текущей воды. Значит эти силы должны составлять банку вращаться. Но с другой стороны, вот эти площадки из моего старого объяснения с вот такими силами, они тоже сохранились и кажется, что они тоже должны заставлять банку вращаться. У нас появляются две причины, но тогда получается, что раскручивающий момент он в этом случае больше, потому что есть и причина, связанная с течением, и причина, связанная с нескомпенсированной площадкой. Ну тогда, казалось бы, и банка должна раскручиваться быстрее, но строи-то остались те же самыми, какие они были вот в этом случае. Через них протекает то же количество воды. Если глядеть на струи, то реактивные силы, создаваемые этими водометами, момент этих сил, он остался тем же самым. То есть по струям то же самое, а по вот этому объяснению есть и одна причина, и вторая причина. Должно быть быстрее, больше. Но эти две части рассуждения, они противоречат одна другой. И как разрешить это противоречие? Ну вот здесь я останавливаюсь и говорю традиционные слова. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok